Девочка-пай Сьогодні в програмі Як рухається малюк та чому він гікає? Як і коли привчати дитину до горщика? Коли припинити виховання дитини? Та й взагалі, чи потрібно його припиняти? Поради спеціалістів Кожна матуся пам'ятає день, коли вперше відчула поштовхи малюка Вообще шевеление по книгам Первая родящая женщина, она ощущає 20 недель І даже сроки родов высчитываются по этим неделям А повторно родящая женщина 18 недель Но есть очень худенькие, очень чувствительные женщины Такие нервные, которые чувствуют шевеление плода раньше И в 16 недель, и в 15 недель Причем под контролем ОЗИ мы точно это знаем Она не обманывает, так оно и есть Вже 7-8 тижнів при проведенні ультразвукового дослідження Можна зафіксувати, як рухаються кінцівки ембріона Це відбувається, тому що його нервова система вже досить дозріла Щоб проводити нервові імпульси до м'язів В цей час ембріон рухається хаотично І, звичайно ж, він ще занадто малий А ворушіння дуже слабкі, щоб їх відчути Есть і наоборот, ісключення із правил Женщина приходит і говорить Я не чувствую шевелений плода Але ми на ОЗИ видим, що він шевелиться То є це все ще і чувствітельність Самой жінчини, наскільки она Чувствує, що происходит внутри І неопытные мамы, конечно, первые шевеления Плоды ще маленькие, шевеляться тихо І, звичайно, вони путають з газами Им здається, що вже шевелилось Але, насправді, це кишечник Кожна мамочка ждет, коли зашевелиться Велика кількість жінок при надії підмічають Що дитина активніше рухається вночі Неправда Він шевелиться одинаково і ночі, і днем Врачи-узисты хорошо видять Есть периоды бодрствування, периоды покоя Они є і днем, і ночі Але, чому так жінчини кажуть? Тому що вони ночі успокаиваються і лежат І таким образом прислушиваються к своєму ребенку І вони отмечають більше количество шевелений Чем днем, коли вони були чем-то заняты То є, опять же, дело во вниманні Багато жінок на пізніх термінах відчувають чітко виражені ритмічні скорочення самого плоду Такі скорочення часом тривають до 10, а то і до 20 хвилин В цьому немає нічого страшного А от якщо подібне відбувається на більш ранніх строках, то лікарі б'ють на сполох Це не ікод, а це дыхательні движення, які завершає плод Це теж термін чисто УЗІ І говорить он о кислородному голоданні, можливо, о якій-то анемії Або в інших признаках кислородного голодання плода Може бути виновата плацента, може бути виноватий сусідний якийсь Рисунок, отечність організму в цілому Много різних причин, ми зараз не будемо о них говорити Характер рухової активності плоду – це своєрідний датчик перебігу вагітності По тому, як інтенсивно і часто відчуваються ворощіння, можна зробити висновки Чи благополучно протікає вагітність і як почуває себе малюк Зазвичай діти виконують одні і ті ж рухи Вони учаться сосати палець руки, вони таким образом виробляють сосательні движення Вони играють ладжки, вони тянуть ногу на себе, задирають ноги выше своєї голови Делають пати-гуси, складываються знову в позу зародыша Ну, то есть, в общем-то, не очень и богатый такой набор движений Но это все собирается как бы в поведение плода Есть такой термин тоже УЗИ, поведение плода То есть, если он держит свою позу, если он делает все там правильно То мы думаем, что он развивается правильно З дорослішанням малюка, с каждым новым месяцем, мамы начинают замисливаться и шукать ответы на вопрос Когда нужно начать знакомство малюка с горщиком и как правильно и быстро привчити дитину ходить на новый туалет Очень многие приводят в садик деток, которые еще не просятся на горшок Некоторые приходят даже в памперсах И родители очень переживают, как же ребенок будет в садике находиться и при этом он не просится на горшок Что хочу сказать В садике, естественно, деткам проще отучиться от памперса Так как они все вместе ходят на горшок, детки В принципе, как бы и воспитатели снимают памперс То есть, ребенок, да, уписался, да, ребенок укакался, переодели Но, тем не менее, ребенок понимает уже, что надо проситься на горшок Что ему некомфортно в мокрых штаниках И он смотрит за другими детками, что те тоже ходят на горшок Щоб прискорить цей процесс та адаптаційный период Бажано привчити дитину до горщика завчасно Так как все-таки ребенку может быть некомфортно в новой обстановке Он не всегда просится на горшок Но, тем не менее, он быстрее вольется в атмосферу хождение по своим нуждам Чем если он будет в памперсе Розпочніть таки зміни влітку, коли дитині виповниться півтора-два роки На своем примере нам полтора года мы отучились однем от памперса Я просто его не одевала Спускала через определенное время на горшок Потом со временем он начал сам проситься Когда он хочет писать, когда он хочет какать Но ребенок просится сам То есть я считаю, что ребенок должен в садик прийти полностью готовым Он должен кушать самостоятельно и он должен быть без памперса Для успешного результату дитина повинна розуміти, навіщо его садять на незнайомий ему предмет Для чего снимают штани и что от него требуют Процесс может затягнуться на несколько недель, а то и месяцев Від батьков нужно терпение и спокойно Все зависит от родителей Насколько родители хотят, чтобы ребенок пошел в садик готовым, адаптированным и подготовленным без памперсов В плане самостоятельных умений То так ребенок и пойдет Если родители не будут этому дать значение и внимания То все это ляже на плечи воспитателей и нянечки группы Не забывайте, ваш малюк – индивидуальность Тому не потрібно рівнятися на сусідских малюків, які вже ходять на горщик З часом все обов'язково вийде Багато мам задаються питанням В якому віці або за яких умов можна припинити займатися вихованням своїх дітей У меня, например, есть мои знакомые, достаточно состоятельные, взрослые люди Но их родители все равно приходят к ним и интересуются их жизнью Дают какие-то жизненные советы Они не лезут в их личную жизнь Но, тем не менее, готовы поделиться своей мудростью, своим опытом Я думаю, наверное, все-таки эти родители продолжают воспитывать своих взрослых детей И, наверное, это даже правильно Потому что я, как мама, я тоже хочу принимать активное участие в жизни своих подрастающих детей Когда они вырастут, когда они выйдут замуж, обзаведутся детьми Я хочу стать интересной для своих детей Я хочу быть им нужной, я хочу помогать им Опіка, как виховная тактика, відвертий ворог трудового виховання Потому что опікуваного, перш за все, защищают от усилий и ответственности Сгубить дитину за допомогою надмирної опіки простіше, ніж ощасливити Мы не будем навязчивими, мы не будем перегибать палку Потому что существует такой термин воспитання, как гиперопека Это очень плохо и очень пагубно влияет на жизнь детей Делает детей безвольными, слабыми и несамостоятельными Очень неорганизованными Такая опіка, гиперопека разрушает детскую психику И, наверное, даже не детскую, а даже взрослую Нужно умеренно любить своих детей Нужно правильно помочь, правильно подсказать в нужной ситуации Вот, смотрите, даже такой пример Когда оперился птенец, мама птица выталкивает своего птенца из гнезда Для того, чтобы он сделал первый полет Если она этого не сделает, этот птенец будет не приспособлен к самостоятельной жизни Так и нормальная, любящая мама тоже должна сделать так Чтобы ребенок научился делать первые шаги Вот, смотрите, когда ребенок рождается Он такой беззащитный, он нуждается в нашей помощи Каждый день, каждую секундочку мы с ним что-то новое открываем Он учится поднимать головочку Он учится ходить, вставать, держать ложку, чистить зубы И мы всему этому учим Час швидко плине И рано или поздно нужно привчити дитину до самостоятельности Починаючи с найпростейшего Давайте дитине самостоятельно сделать выбор Например, сложить свои игрушки, помыть посуду И это правильно Я не говорю о том, что ребенка нужно отпустить на самотек И не контролировать Это неправильно тоже Нужно обязательно контролировать все действия ребенка И направлять Обязательно нужно контролировать ребенка Когда он будет выбирать книгу, например Выбирать какой-то фильм Выбирать себе друзей Выбирать в какой институт он будет поступать На какую профессию выбирать Это тоже очень важно Родители должны быть всегда рядом с своими детьми И я считаю, что это не вмешивание в личную жизнь Это поддержка, это помощь Вы должны, уважаемые телезрители Вы для своих детей Просто друзьями И любить так, чтобы не калечить своего ребенка Виховывать тоже нужно правильно Некоторые говорят о том, что вот мой ребенок любит смотреть только Симпсонов Или каких-то таких мультиков Не ругайте, не запрещайте Наоборот, сядьте с ним и посмотрите Ребенок будет, наверное, даже где-то в шоке Но если вы по чуть-чуть, понемножечку будете предлагать Альтернативу, да Посмотреть какой-то интересный, увлекательный фильм Это может быть фантастика Или, например, какую-то передачу про животных, про природу И где-то вы будете замещать Какой-то, опять-таки, прогулкой в парке или в кино пойти Но, соответственно, мы будем обязательно спрашивать интерес ребенка Не навязывать свои идеи, не навязывать свое мнение Все равно вы должны обязательно советоваться с ребенком Только так мы сможем воспитать интересную самостоятельную личность Это наша задача как родителей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин